ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Музыку это очень интересно и очень приятно и очень в плане отдыха очень хорошо. Вы же сами знаете прекрасно, что ничего нет для настоящего меломана увлекательнее, чем спорить о том, кто лучше, Дипеппл или Лот Зеппелин. Это мы так шутили давным-давно в стародавние времена. Это очень смешно, но люди действительно тратят огромное количество времени на подобные споры. И я сам трачу очень много времени на обсуждение любимой музыки. И масса моих знакомых занимается тем же самым, включая профессиональных академических композиторов, с которыми я общаюсь время от времени по работе или просто по дружбе. Ну так вот, что я хочу вам сегодня показать, рассказать. Да, о комментариях. В комментариях нет-нет, да и просят меня показать ту или иную пластинку, что я с удовольствием и делаю. И спасибо вам за то, что напоминаете о пластинках, которые я, может быть, и забыл бы показать. Это не значит, что я их не слушаю и не люблю. Слушаю и люблю, но просто их у меня много достаточно. Это я хвастаюсь, да. Ну, простите, да. Меломанство штука такая. Но как-то вот иногда и не вытащишь с полки то, что вот сейчас я покажу. Ну, очень много раз писали про пластинку Close to the Edge группы Yes, конечно же. Yes я обожаю. У меня их две, кстати говоря. Одна старая, немецкая, правда, вторая новая, тоже немецкая. Ну, звучат немножко по-разному, но все равно хорошо. Хорошо, как сказал один замечательный музыкант, с которым я как-то общался, он сказал вообще, а какая разница, ноты ведь те же. Ну, да, можно и так судить. Так, Close to the Edge, 1972 год. Джон Андерсон, Билл Бруфорд, Стив Хао, Крис Квайр, Лик Вейкман. Многие говорят, что это лучший альбом так называемого прогрессивного рока. Что я могу сказать по этому поводу? Ну, во-первых, я уже давным-давно не делю музыку на прогрессивный рок, панк-рок, фанк, джаз или там хэви-метал. Мне главное, чтобы музыка была хорошая. А как ее называют критики или продавцы в музыкальных магазинах, мне вообще неинтересно. То есть, лучший альбом прогрессивного рока. Пусть будет так. Для меня это просто одна из самых замечательных пластинок музыки под условным названием рок. Можете назвать ее прогрессивной, можете назвать ее арт-роком, там как угодно. Мне вообще все равно. Для меня лучшая пластинка, любимая моя, например, это в Плиз-Плизме группы The Beatles, которая не является никаким прогрессивным роком, а я ее ставлю примерно рядом с пластинкой ES, close to the H. Вот такой я человек. Прогрессивный, непрогрессивный, дело вообще сотое. Двадцать пятое или тридцать восьмое. Просто мне кажется, что когда у музыканта есть какая-то идея внутри, не идея отсюда, а идея вот отсюда, есть желание что-то сказать, есть желание самовыразиться, и при этом есть определенные технические навыки, неважно, сильные навыки, слабые навыки, совершенно неважно. Если эти навыки позволяют донести то, что человек хочет сказать, это уже будет отличная музыка. Всегда. Если сказать нечего, какие бы навыки, какими бы навыками музыкант не обладал, слушать это безумно скучно, и такой музыки тонны просто есть. Когда виртуозы играют виртуозную музыку, я слушаю ее и понимаю, что там ничего нет внутри вообще. Вообще ничего. Это вот как, я не знаю, какое-то озвучивание учебника игры на гитаре или там на барабанах. Ну и что? Это просто учебник. Это не музыка. В отличие от этого альбома, где настоящая самая сплошная, серьезная, интересная, яркая музыка. Ну и говорят, что это сложная группа, что это сложная музыка. Не знаю. Я услышал этот альбом, когда учился в советской школе. Я был советским пионером-школьником. И я, и мои друзья, одноклассники, и парни из параллельного класса, и соседи, мои, так сказать, друзья такого же возраста, слушали «Ес». Ну не помню, сколько нам было, 15 лет, 14 лет. Советским школьникам. Прекрасно все считывали, прекрасно понимали, напевали кусочки этой музыки. И с удовольствием слушали группу «Ес». Ну это не первый альбом «Ес», который я услышал в роднем детстве. Первый был «Релэйер», который вообще еще позабористее, чем «Классу Дэйч». Но я не могу сказать, что эта музыка для восприятия сложная. Совершенно нет. Абсолютно нет. Она для восприятия такая же, примерно, как пластинка «Абби Роуд» группы «Битлз». Если брать вторую сторону «Абби Роуд», который состоит из кусочков, из 30-секундных, там, 20-секундных обрывков песен, которые склеены просто в единое полотно, в монолитное, там, ну, выровнены по тональности, сыграны так, чтобы все это было логично. Это то же самое. Несмотря на то, что первая песня здесь длится 18, по-моему, минут, занимает всю сторону, всю первую сторону альбома «Классу Дэйч», собственно говоря, заглавное полотно. И состоит одна из четырех частей, о чем написано на вкладке четыре части этой песни. Ну, тут, поверьте нас, правда, не буду подносить близко. Но все эти четыре части состоят, в свою очередь, из, ну, можно сказать, из множества музыкальных отрывков, музыкальных кусочков, которые очень логично собраны в единое целое, склеены при участии Диофорда, звукорежиссера, да, который занимался этим делом, ну, и всех музыкантов, и не то, чтобы просто набросаны какие-то песни, да, они взяли их, там, кусочки инструментальные проходы, взяли их, собрали, склеили, а, это пойдет, это сюда, это туда, нет, все не так. Этим, кстати говоря, занималась, опять-таки, меня сейчас будут ругать, этим занималась группа Pink Floyd в свое время, там, в процессе создания альбома Атом Хартмата. Там это слышно, здесь нет, здесь это единое, красивое, монументальное, и в то же время очень легкое для слушания произведение. Но просто было много-много всяких сочиненных красивых вещей, которые собрали в единое целое, аккуратненько, приклеили одно к другому, где-то доиграли, где-то что-то изменили, и получилась вот эта вот, вот эта неземная красота. Эта неземная красота, я повторюсь, еще она очень легкая для слушания, потому что здесь очень много юмора в музыке, несмотря на то, что это грандиозная, в четвертый или в пятый раз, я повторяю, вещь, и Джон Андерсон отталкивался от жизни Будды, которая была описана в книге Германа Гесса Свитхарта. Рождение Будды, просветление Будды, да, и путь к краю, к берегу реки, которая впадает в океан жизни, или же приближение к Богу. Можно и так прочитать эту историю. И путь человека, который идет, идет, преодолевает трудности, да, живет, в житейской неурядице и приходит к этому самому краю, за которым начинается уже просветление и океан жизни настоящий. Серьезная тема, и выражена она очень точно музыкально, и вокально, и по-всякому. И, как я уже говорил, это приятно, когда человеку есть что выразить, есть о чем играть, о чем петь, о чем играть. Это тоже очень важно. О чем ты играешь на гитаре? О чем? Для чего ты берешь этот аккорд? Что ты имеешь в виду, когда играешь до мажор? Что ты имеешь в виду? Подумайте об этом. Так вот, несмотря на серьезность темы, очень много юмора и в игре Рика Вейкмана, у которого всегда есть юмор, и в игре Стива Хау, который безумно играет пассажи гитарные совершенно в произведении Сабириана Хатру. Там вообще Джимми Хендрикс просто начинается какой-то, и очень классно. И не поймешь сначала, что это Джимми Хендрикс, потому что какая-то академическая такая история. Но тем не менее. А Вейкман вообще веселится всегда. И вот этот юмор, это не значит шуточки, хихиканье и какие-то анекдоты. Юмора у Моцарта много. Юмора очень много было у Олега Коровичука, главного моцартоведа нашей страны. Это легкость, это такой полет, это отсутствие звериной серьезности в музыке. Вот такое вот, что я академический музыкант, я сейчас надену фраг и буду вам нести искусство. Нет, это легкость, кайф и радость жизни. И это все есть в этой музыке. Опять-таки, я говорю, несмотря на серьезность темы, поэтому она воспринимается легко, естественно и солнечно, светло и приносит огромное удовольствие. Вот такая пластинка. Ну, рассказывать про нее, про эту музыку можно долго. Чудесное начало с птичьим пением, с клавишными звуками синтезированными, да, всякими разнообразными. И потом вдруг врубается бас Криса Сквайера и соло Стива Хао, какой-то поперек идущий, абсолютно поперек. Вейкман играет свои дела. Этот Хао играет свои совершенно другие вот эти нервные, очень быстрые пассажи. И потом все уходит, собственно, в тему вокальную, уже подключается Андерсон и начинается красота. И вот это вот путешествие к просветлению, меняется динамика. И все время, и вот эти вот мелодические кусочки, собранные, они не дают расслабиться, не дают соскучиться. Ни одной, нет никаких длин нот на этом альбоме. Все время идет музыка, очень многословная музыка, по-хорошему многословная, не замороченная совсем, а куски красивых очень мелодий, которые плавно переходят одна в другую, всплывают те, которые были минуту назад, потом появляются новые, потом опять они повторяются, обыгранные по-другому. Потом вдруг динамика падает, затишье и бахообразный церковный орган Вейкмана. И мы не успеваем насладиться вот этим церковным органом, как начинается совершенно другая история, и Вейкман играет уже на муги, по-моему, соло. Не на муги, на органе, не помню даже на чем. Абсолютно роковая, джаз-роковая даже где-то, да. И потом начинается энд-юэ, это самое, энд-юэ, да, это дальше будет, и начинается край красивейший финал Агетап, Агетдаун Джона Андерсона. И мы воспаряем в небеса, а точнее оказываемся на том самом берегу, на краю, за которым начинается, как я уже говорил, что, правильно, океан жизни. Вторая вещь, энд-юэ, энд-ай, на второй стороне, 12-струнная гитара, свет, как бы фолк, как бы акустика, блестящий подъем мелодии голосом Андерсона, наверх, 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 наверх. Но потом все, все-таки по-человечески начинается, уже, так сказать, в нормальном диапазоне пения. Но тоже не все так просто, потому что появляется, песня тоже из нескольких частей, как водится, появляется и бас, барабаны, и все, и все несется, и начинается рок и соло Вейкмана, и все дела. И потом опять в энд-юэ, энд-ай, и грандиозный финал. А Сабеллиан Хатру, Хатру вообще это слово, придуманное Андерсоном, в детстве мы думали, что это сибирская каторга называется песня. Нет, это Сабеллиан Хатру, причем песня очень солнечная, и как раз она вот а-ля Джимми Хендрикс играет Стив Хау, начало. А потом просто шквал изменений, фантазии, безумия и неземной красоты. И очень все интересно. Билл Бруфорд ушел после этого альбома, но не сразу после этого альбома, а в процессе тура после выпуска этого альбома, потому что очень сложно было все играть, и он устал. И ушел в Кинг Римсон, где ему показалось легче. Вот такая история. А группа ЕС, а альбом этот, на мой взгляд, является первым альбомом, и может быть главным для ЕС, потому что здесь сформировался именно их фирменный стиль. Именно их уникальный подход к сочинению, к исполнению, к подаче. Появился абсолютно уже точный, отточенный свой собственный звук, собственная манера. И появилась концепция группы ЕС, вот именно на этом альбоме. И дальше уже они могли делать все, что угодно. Вот так, мне кажется, послушаю еще раз сегодня, или эту пластинку, или другую, но сначала пойду пить. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok